Новости на телеканале Видное ТВ. Этот выпуск проведу я, Татьяна Брылова. И в начале коротко о темах. Первое заседание нового состава молодежно-избирательной комиссии Ленинского района. Какие вопросы стояли на повестке дня? Мое предложение как председателя – избрать председателем молодежной территориальной избирательной комиссии Коробкину Елизавету. Активисты «Единой России» помогают жителям района в установке цифрового ТВ. В основном это, конечно же, пенсионеры, инвалиды и пожилые люди. Ярмарка талантов собрала лучшие творческие номера учеников школ искусств нашего муниципалитета. Состоялось первое заседание нового состава молодежно-избирательной комиссии Ленинского района. О том, что было на повестке дня, расскажет наш корреспондент Дмитрий Книга. В зале собрались члены нового состава молодежно-избирательной комиссии Ленинского района. Открыло заседание председатель территориальной избирательной комиссии муниципалитета Вера Маркина. У нас так вот сложилось, что часть членов нашей молодежной комиссии уже тем или иным образом были задействованы в избирательных кампаниях. Кто-то в настоящее время является членом участковой комиссии, кто-то у нас был и членом участковой комиссии, и территориальной комиссии. Я думаю, сейчас каждый про себя что-то скажет. Молодые люди познакомились, вкратце рассказав о себе. Кто-то из них учится, кто-то работает, но всех объединяет интерес к избирательному процессу. Юноши и девушки считают выборы важнейшей государственной процедурой. Членам комиссии было необходимо выбрать председателя. Моё предложение как председателя избрать председателя молодежной территориальной избирательной комиссии Коробкину Елизавету, потому что у неё на данный момент имеется самый большой опыт работы в избирательном процессе. Она и действующая члена участковой комиссии, работала у нас в прежнем составе территориальной избирательной комиссии. И очень хорошо себя зарекомендовала. За выдвинутую кандидатуру проголосовали единогласно. Также выбрали заместителя председателя и секретаря комиссии. Ими стали Андрей Степанов и Людмила Гурченко соответственно. На заседании присутствовала представитель молодежной избирательной комиссии Московской области Дарья Косова, которая выступила с напутственным словом и пообещала всячески содействовать по рабочим вопросам. Есть, к сожалению, печальная статистика. У нас явка молодёжи на выборы разного уровня составляет порядка 10% по стране. Плюс-минус 2% в зависимости от региона. На самом деле грустная очень ситуация. И молодёжные комиссии на самом деле это должны исправить. Повысить явку и популяризировать институт выборов – вот первоочередная задача, поставленная перед молодёжной избирательной комиссией. По завершении заседания новому составу были вручены памятные сувениры, а избранный председатель поделилась мнением о ближайших перспективах. Мы должны собраться с комиссией, продумать план нашей работы, продумать, что мы будем делать к предстоящим выборам, которые будут совсем скоро у нас. Территориальная избирательная комиссия рассматривает молодёжную как ближайший кадровый резерв и рассчитывает на тесное взаимодействие. В период избирательной кампании, конечно, нам молодёжная комиссия будет являться очень большим подспорьем. В том числе и в части информирования граждан о том, что на территории будут проводиться выборы. Единый день голосования в 2019 году пройдёт 8 сентября. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Сергей Ларин, Видное ТВ. Качественное вещание в каждый дом. По всей Московской области проходит акция «Цифровое ТВ», в рамках которой активисты «Единой России» помогают жителям, испытывающим затруднения с цифровым телевидением. О том, как обстоят дела с цифрой в Ленинском районе, расскажет Екатерина Коваленко. 15 апреля 2019 года Подмосковье перешло на цифровое вещание. С тех пор прошёл месяц, но в домах наших жителей ещё встречаются телевизоры, которые не приведены на новый, принципиально иной уровень качества изображения. Именно в такой ситуации оказалась видновчанка Галина Брылова, обратившаяся в местное отделение партии «Единая Россия» с просьбой настроить ей цифровое телевидение. На помощь женщине пришли активисты. Они объяснили, чем отличаются типы подключений и рассказали о преимуществах цифры. Да и приехали гости и с пустыми руками. Вот сама цифровая приставочка. Для того, чтобы у вас было качественное изображение телевизора, сейчас мы произведём её установочку. Очень приятно. Не прошло о пяти минут, как телевизор Галины Николаевны заработала в новом формате. Теперь ей доступен набор каналов в отличном качестве. Изменения видны невооружённым глазом. Очень даже хорошо стало видно. Картинка очень красивая и яркая. Всё чётко, всё хорошо показывает. Ко мне приходит внук, смотрит со мной телевизор. Ему тебе, конечно, сейчас понравится лучше. Вот с такой картинкой. Будем вместе смотреть мультики. Сейчас по Московской области проходит акция «Цифровое ТВ», в рамках которой оказывают помощь жителям, у которых есть трудности с приёмом цифры. Всего за прошедшую неделю в Ленинском районе было 15 таких обращений. Волонтёры обрабатывают все заявки, поступающие на портал «Добродел» в администрацию муниципалитета, местное управление соцзащиты. Заявки обрабатываются в течение суток. Одной категории граждан необходима просто удалённая помощь по настройке приставки, и мы помогаем это сделать по телефону. А другой категории необходим непосредственно выезд. В основном это, конечно же, пенсионеры, инвалиды и пожилые люди. Так, недавно у жительницы деревни Калиновка Светланы Ляминой, у которой уже было цифровое телевидение, перестали работать некоторые каналы. Справиться с этой проблемой пенсионерка не смогла. И уже в день получения заявки активисты приехали домой к Светлане Гавриловне и устранили неисправности. Все каналы работают. Каналы в 20 с лишним работают. Качество как? Качество отличное. Никаких нареканий сейчас нет. То, что было, всё исправили. В целом, по Ленинскому району, как и по всему Подмосковью, цифровая реформа прошла успешно. Мы достаточно давно уже готовились к этому переходу, и поэтому 95% не почувствовали вот это вот изменение. Они 15 апреля включили свои телевизоры и стали принимать цифровой канал. Но если проблемы с цифровым вещанием всё же появляются, то у жителей всегда есть возможность обратиться в приёмную партии «Единая Россия». Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ. Целый год школьники Ленинского района вместе со своими учителями готовили научные проекты, чтобы выступить с ними на традиционной конференции «Первый шаг в науку». Работы юных учёных были представлены в четырёх разных секциях. Анастасия Воронина продолжит. В Видновской школе номер 7 состоялась районная традиционная научно-практическая конференция, на которой школьники представили интересные исследовательские работы и показали свои способности в разных областях. В девятый по счёту конференции приняли участие ученики с 1 по 11 класс всех школ Ленинского района. Наш методический центр при поддержке управления образованием ежегодно поддерживает одарённых детей через конкурсную программу, в которую входит научно-практическая конференция. Такая деятельность в дальнейшем помогает учащимся смотивироваться на выборе дальнейшей профессии. Программу конференции разделили на четыре разных направления – физика, математика, информатика, гуманитарный цикл, естественно-научный и секция под названием «Начальные классы», в которой, например, Мария Константинова из девятой школы рассказала о мультипликации как способе создания образов, процессов и явлений. Мультфильмы имеют практическое значение. Их можно использовать на уроках в начальной школе и даже в детском саду при проведении занятий с дошкольниками. Наша коллекция состоит пока из четырёх мультфильмов, в первую очередь по окружающему миру. Научно-практическая конференция позволяет не только показать свои исследовательские проекты, но и даёт возможность узнать много нового и интересного. Так ученица Бутовской школы номер один Виктория Питовская познакомила слушателей с необычной чайной темой. Я проводила различные эксперименты, то есть сравнивала различные виды чаёв и узнавала, чем один вид лучше другого, то есть по витамину Е, по витамину С, кофеин содержание также. А Данила Гайсин проявил себя в математической науке, любовь которой привила его учительница. В своём проекте он объединил хоккейную игру с геометрией. Мы, когда играем в хоккей, как бы нету, ни в голове не сидит эта идея, что там геометрия, геометрия. А я смотрю хоккей и смотрю, что вот именно есть треугольники, есть четырёхугольники, ну много чего есть в геометрии хоккея. И как бы я проанализировала несколько игр, вот пришёл такой как бы проект. Особое внимание было уделено гуманитарному циклу, в котором ребята привели очень много интересных научных фактов. Например, подробно разобрав смертельную дуэль поэта Александра Пушкина. Что же сподвигло Александра Сергеевича стреляться? Был ли это какой-то заговор царский или других вышепоставленных лиц? Или же это был очередной любовный треугольник? В завершении конференции всех юных учёных поздравили с успешными выступлениями, а призёров наградили заслуженными грамотами и подарками. Анастасия Воронина, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ В детской школе искусств состоялся отчётный концерт, на котором выступили самые лучшие ученики из разных школ искусств Ленинского района. Каждый из номеров стал особенным и незабываемым на этой ярмарке талантов. К слову, именно такое название имел музыкальный вечер. Подробнее расскажем в нашем следующем сюжете. Вокальные и танцевальные номера, инструментальная музыка звучали в этот вечер со сцены Видновской школы искусств. Юные артисты съехались из разных уголков Ленинского района, и каждому было что показать. Полина Сандыкова большую часть своей жизни танцует на пуантах. На концерте она выступила с номером Эсмеральда. Я считаю, что я очень артистичная, что очень красивая и техничная. Вот вы сказали техничная. Техничная, это важно. Это танец, тем более, когда уже старший класс, должен быть техничным. То есть это должна быть техника и вращение, и большие прыжки, и, то есть, как и взрослые балерины. В репертуаре вокальной группы мелодия пока не так много песен. Вместе девочки поют меньше года. На сцене они чувствуют дружеское плечо и поэтому уверены в своих силах. Мне кажется, что в группе петь лучше, потому что сольно. Ты можешь где-то ошибиться, это будет только твоя вина. А здесь в общей группе ты, если ошибешься, то это хотя бы будет не так слишком заметно даже. Среди зрителей не только родители, хотя, наверное, их большинство. Здесь же педагоги и ученики школ искусств разных музыкальных специальностей. Анна Михалева в этом году оканчивает обучение по классу аккордеона. Считает, что умение играть на этом народном инструменте ей обязательно пригодится. Я приобрела большой опыт, умения, навыки, с которыми я могу в течение всей жизни пользоваться. И это будет играть большую роль в моей жизни. Ну, как ты их используешь, скажи, на всевозможных концертах, также для себя, для души. Зрители в зале, несомненно, волнуются, но наибольшее волнение испытывают юные артисты, которые находятся здесь, за кулисами. Ведь через минуту-другую – выход на сцену. Никите Киселеву перед выступлением приходится в прямом смысле слова выкатывать свой музыкальный инструмент на сцену. Поклон без этого настоящему артисту никак и бурные аплодисменты. Поддержка зрителей очень важна. Концерт – это я дарю музыку людям. То есть мне главное сыграть по полной и подарить людям удовольствие. Удовольствие, несомненно, получили все – и зрители, и сами артисты. Директор Видновской школы искусств Лариса Похвалиева старается не пропускать подобных концертов. Я смотрю с удовольствием, потому что детская энергетика, их непосредственность, она как-то передается зрителю, и мне, естественно, я получаю большое удовольствие. Ежегодно ярмарка талантов собирает самые лучшие и яркие музыкальные номера, подводя концертом учеников школы искусств Ленинского района своеобразный творческий итог. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ И о погоде на субботу. 18 мая в течение суток ожидается ясная погода. Ночью плюс 8-10 градусов, днем плюс 21-23 ветер северо-западный, умеренный. И это все, о чем мы хотели вам рассказать. Хороших выходных и всего самого доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин